Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Максимаркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По итогам прошедшего периода и перспективам ценовой динамики евро-доллара. Ценовая динамика пары евро-доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.0960-1.0910, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъем к установленным в прогнозе целевым уровням. Действительно, после открытия торгов, евро-доллар возобновил снижение, драйверами которого стали слабые данные по объему промышленных заказов в Германии и низкий уровень экономической уверенности инвесторов в еврозоне. Курс пары на этом фоне достиг наш прогнозный диапазон, а затем, как мы и предполагали, развернулся на восходящее движение. Тем не менее, большую часть недели ценовая динамика евро-доллара была ограничена довольно узким диапазоном бокового движения. Неопределенность ситуации в преддверии оглашения решения Европейского центрального банка по ставкам вынуждала инвесторов не рисковать и проявлять осторожность. Итоги заседания действительно оказались непредсказуемыми. ЕЦБ представил целый ассортимент стимулирующих мер, решив действовать одновременно по всем направлениям. Первоначальная реакция рынка привела к усилению продаж евро до минимального шестинедельного уровня 1.08.22. Однако сразу же после пресс-конференции Марио Драги единая европейская валюта восстановила потери и даже превысила свои предыдущие уровни. Драйвером восстановления стало заявление главы ЕЦБ о том, что реализованные меры – это предел. Драги дал понять, что не видит больше причин для дальнейшего сокращения процентных ставок и увеличения стимулирующих мер. Эти слова вызвали резкое сокращение коротких позиций по евро и стремительный взлет котировок. В результате курс пары буквально пролетел на подъеме почти 400 пунктов, пробил 4 ключевых уровня сопротивлений от 1.09 до 1.12 включительно и зафиксировал новый максимум на отметке 1.12.18. Таким образом, по итогам торгов курс пары реализовал все целевые уровни нашего прогноза как на снижении, так и на подъеме. С точки зрения фундаментальных факторов. Год назад Европейский центральный банк начал программу стимулирования региональной экономики финансовыми вливаниями общим объемом в 1,5 трлн евро. Тем не менее, к настоящему времени еврозоне вновь грозит дефляция на фоне низких цен на нефть и крайне вялых темпов восстановления европейской экономики. ЕЦБ третий год подряд не удается достигнуть целевого уровня инфляции 2%, что вызывает сомнения в эффективности нынешней политики банка. Исходя из этого, стоит иметь в виду, что такое массированное использование европейским регуляторам имеющегося арсенала средств, которые мы увидели на последнем заседании ЕЦБ, является по сути заключительной попыткой банка добиться успеха в этом цикле смягчения монетарной политики. Если это действительно так, то дальнейшие шаги могут быть направлены только в сторону ужесточения. Следовательно, дальнейшими перспективами для ЕЦБ становятся меры ужесточения монетарной политики, так же, как и для ФРС. Таким образом, тренд евро и доллара, который до сих пор задавался разнонаправленными векторами денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, в ближайшее время начнет сходить на нет. В результате определяющими факторами ценовой динамики пары станут экономическая статистика и выводы технического анализа, в соответствии с которыми перепроданный евро получит преимущество перед перекупленным долларом. Что касается технической картины. Как я уже сказал ранее, большую часть прошлой недели, евро-доллар демонстрировал разнонаправленную ценовую динамику в узком боковом диапазоне. Пик волатильности пришелся на четверг, когда ЕЦБ объявил решение по монетарной политике. Евро в этот день за несколько часов протестировал минимумы и максимумы в диапазоне почти 400 пунктов. Это привело к тому, что по итогам недельных торгов уровень закрытия пары оказался выше недельной и дневной точек разворота, что свидетельствовало о продолжении влияния восходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты. Технические индикаторы при этом продемонстрировали на недельном таймфрейме смешанные показания, в то время как дневные индикаторы просигналили о продолжении подъема. Возобновление восходящего движения после формирования краткосрочной коррекции предупредила нас и волновая структура пары. Кроме того, сигналы о растущем рыночном интересе к покупкам единой европейской валюты мы получили и от индикатора объема торгов. Вместе с тем, в технической картине по данной паре на конец текущей недели индикаторы на младших таймфреймах, четырехчасовом и часовом, предупреждают нас о продолжении коррекции к предыдущему росту валюты. Об этом же говорит и образование на дневном таймфрейме свечной модели разворота Харами, а также формирование на четырехчасовом таймфрейме пока еще не подтвержденной графической фигуры разворота голова и плечи. Таким образом, учитывая все эти факторы, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю продолжение и завершение нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.10.60.1.10, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъем к целевым уровням 1.11.90, 1.12.16, 1.12.48, 1.12.78, 1.13, 1.13.30, 1.13.76 и выше к ключевому уровню сопротивления 1.14. По паре фунт-доллар. Ценовая динамика пары фунт-доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал подъем пары в ценовую зону 1.4270-1.43 и дальнейший рост британской валюты, если бы кампо-фунту удалось бы продавить ключевой уровень сопротивления 1.43. Далее мы ожидали разворот пары на снижение к ключевым уровням поддержки 1.42, 1.41 и 1.40. Фактически так и произошло. После открытия недельных торгов курс пары продолжил подъем, достиг целевую зону нашего прогноза и от уровня 1.42.83, как мы и предполагали, развернулся на нисходящее движение. Правда, снижение пары выглядело довольно неустойчиво. Каждый коррекционный откат провоцировал новый интерес к покупкам. Позитивные данные экономической статистики из Великобритании по изменениям объемов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности поддерживали национальную валюту, в то время как постоянные предостережения главы Банка Англии Марка Карни о существенных рисках для британской экономики в случае выхода Великобритании из состава ЕС приводили к усилению медвежьего давления. В результате фунт-доллар большую часть недели провел в узком боковом диапазоне. Ценовая динамика пары изменилась лишь после пресс-конференции Марио Драги, в ходе которой он заявил о том, что ЕЦБ намерен прекратить снижение кредитных ставок и дальнейшее стимулирование экономики. Быки по фунту весьма позитивно встретили это заявление, рассчитывая на аналогичное поведение Банка Англии. Спрос на британский фунт на этом фоне начал расти и к концу недели, пройдя на подъеме от минимального дневного уровня 1.41.17 около 320 пунктов, котировки валюты достигли нового трехнедельного максимума на отметке 1.44.35, вблизи которой и завершилась торговая сессия. В итоге курс пары реализовал все целевые уровни нашего прогноза на подъем и большую часть целей на снижение. С точки зрения фундаментальных факторов пара по-прежнему находится под негативным влиянием рыночных опасений относительно дальнейшего членства Великобритании в Евросоюзе. Неопределенность результатов референдума о выходе продолжает держать британскую валюту под медвежьим давлением, хотя острота восприятия уже несколько снизилась, а позитивная экономическая статистика последнего времени поддерживает коррекционное восстановление пары. Что касается технических факторов. За прошедшие две недели британский фунт сформировал весьма внушительный рост, пройдя на подъеме от 7-летнего минимума 1.38.35 почти 600 пунктов и зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.44.35. Причем ценовая динамика пары продолжает сохранять бычью перспективу и на ближайшее время. В результате цена закрытия пары по итогам недели оказалась выше недельный и дневной точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение пары. Технические индикаторы на недельном таймфрейме также развернулись на подъем. При этом в основании предыдущего снижения британской валюты образовалась характерная свечная модель разворота бычья поглощения, подтверждающая продолжение восходящей динамики. Об этом же предупреждают и сигналы дневного и недельного индикаторов балансового объема OBV, демонстрирующие рост спроса на фунт. Волновая структура пары также говорит о продолжении роста стоимости британской валюты. Кроме того, значительная перепроданность пары и бычья дивергенция на недельном и дневном таймфреймах подтверждают бычьи перспективы национальной валюты. Дневные индикаторы также, как и недельные, сигнализируют о восходящем движении. Однако стахастик на дневном таймфрейме уже тестирует зону краткосрочной перекупленности, предупреждая об ограниченности подъема и предстоящей нисходящей коррекции пары. Его поддерживают четырехчасовые индикаторы. Кроме того, индикатор МАКТ на четырехчасовом таймфрейме начал демонстрировать медвежью дивергенцию, подтверждая скорый коррекционный откат пары. Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели также показал рост совокупной чистой позиции на продажу валюты, что говорит об усилении медвежьего давления на пару и вероятности некоторой корректировки ценового движения. Таким образом, накануне новой недели техническая картина по данной паре предупреждает нас о скором завершении текущей восходящей тенденции и предстоящем развороте пары на коррекционный откат. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение текущего коррекционного отката пары в ценовой зоне 1,4330-1,4280, а затем разворот курса британской валюты на подъем к ценовым уровням 1,4435, 1,4470, 1,45, 1,4560 и выше к ключевому уровню сопротивления 1,46. Далее ожидаем разворот курса британской валюты на новый цикл нисходящего движения. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова